Мага, ты зачем четверку хайпишь? Так что прости нас, пожалуйста. Подписали по мойку, а у неё не пошло. Дэнчик-копатель. Дэнчик-копатель? Торонто худший. Привет, это TeamSpirit. Мы продолжаем наш буткент. И сейчас вы увидите реакцию наших игроков на ваши самые злые комментарии. Погнали! Так, ну пожалуй я начну. Как лакримоса, только лакрима. У нас был неразрешимый вопрос в команде. Это он цитирует. На то вас и подписали, чтобы вы решали подобные вопросы и проблемы. А не как в стаках прощались с игроком и всё. А ведь был подающий надежды коллектив. Эх, ну комментарий не хейтерский. В принципе понятный. Но супер очевидно, что в любой ситуации бывают неразрешимые вопросы. И учитывая в каком положении мы были, а именно уехать во второй дивизион или остаться в первом, мы предприняли попытки остаться в первом. Судя по результату с Life to Win, попытки оказались в принципе жизнеспособны. Человек с никнеймом Сварогзм, не знаю как читается, пишет, вспоминаю империю. Это классика от Мипушки, в любой тяжёлой ситуации кикать четвёрку. Ну, что поделать, не я такой, жизнь такая. От Василия Авакумова. Ужасная игра, ужасные пики, ужасное исполнение. Пацанам можно спокойно во второй дивизион. Тут им делать нечего с их ЦМ-кой. Что я могу сказать? Ну, такое иногда случается, что пики не удаются. С игрой тоже. Не могу сказать, что всегда ужасные. Всё. Но с ЦМ-кой возможно что-то нужно делать. Если честно, я в какой-то мере согласен с этим хейтером, не знаю, или что вообще, какая-то смысловая нагрузка несёт данное сообщение. Но, короче, да, ЦМ-ка мне тоже не нравилась. Она как-то смущала меня в той игре. И я хотел играть на другом герое. Но я ничего не решаю, только кикать могу. Зачем подписывать абсолютно слабый состав? Парни же реально без идеи играют. Мы, короче, поговорили тут и решили, что будем играть с идеей Егора. Так что прости нас, пожалуйста. И болезнь у нас в следующей встрече. Сергей Калашников пишет. А чё, ну? Всё смешно. Подписали по мойку? О, неё не пошло. Без комментариев. От Олега Скрипцова. Что с ними такое? Без арги они очень классно играли. Сейчас их Спилеты подписали, они играют очень хреново. Вот странно, Лили. За Спилетов я не одна классно играет, не их не вырезал. А, возможно, я скажу. Вот позволь просто. Потому что вот меня, если что, вот такие вот комментарии, где... Челики. Как вы решите сказать? Короче, где вот такие вот всякие хейтерки пишут, что типа, вот, до подписания, они играли круто, а потом всё, присели на ЗП. Ну, если что, было в общем доступе информация, в которой говорилось, что нас, ну, наш коллектив, типа, я у Самарин подписали ещё, грубо говоря, до того, как мы стали ЦП Тим Спирит. Ты сидел на ЗП? Полгода уже. Ещё до того, как стал Тим Спирит. Ещё в субмарине ты сидел на ЗП. Чё это скрывать? Ну, так мы сидели и в субмарине на ЗП. Чего? Не, не, там мы побольше играли всё-таки. Тут уже, да, окончательно присели. Ну, короче, всё равно, не нравится. Вот он не видит прям, как бы, полная картина, а уже делает выводы. Возможно, он об этом не знал, но теперь Олег, ты знаешь, что, если так можно выразиться, мы уже сидели на Субмарине. Но и по поводу ни одной классной игры не увидел после подписания. Если честно, наверняка, хоть одна классная игра это была, хотя бы потому, что мы вроде как выиграли сами. Не самый значимый турнир, нам были не самые плохие соперники, как Викинг, и удалось победить 3-0. Если пересмотришь игры, возможно, хоть одна игра тебя порадует. Очередной вопрос от пользователей с ником SoulSet. Так, вопрос или комментарий? Спасибо. Пипец, после нескольких неудач уже замены. Хоть сезон играйте нормально, может, в первом дивизионе останетесь. Да, я думаю, его никнейль говорит все сам за себя. Он просто расстроен. И вот решил высказать свое мнение. Вообще, проиграли две игры, сразу замены, как происходит в любом Сангестаке. Мы, разумеется, хотим этого избежать. Такова жизнь. Эрик, повтори быстро 10 раз его ник. Попытались так сильно захайпить четверку новую, чтобы не было вопросов про замену. Жаль, но вопросы все еще есть. Мага, ты зачем четверку хайпишь? Это бомбезный игрок. Чего сказать? А какие вопросы тогда еще остались? Бомбезный игрок? Какие могут быть вопросы? Сергей Самсонас пишет. Торонто худший. Бра. Держи крюкать, держи в курсе. В курсе, братан. Нам очень важно твое мнение, Серег, честно. Нет. Артем Каримов. С таким кири, к сожалению, выиграть не сможете никогда. Многоуважаемый Артем Каримов. Держу в курсе, что... Так, сегодня какое число? Я не знаю. Я тоже не знаю. Десятое, одиннадцатая? Десятое. Десятое. Держу в курсе, что седьмого числа мы уже выиграли с таким кири. До новых встреч. Тут ответ еще на комментарий Артема Каримова есть. Юра Бажок. Бедные ставочники потеряли 500 рублей. И Артем Каримов ответил на его сообщение. Я потерял 50к. Что скажешь, дурачок? Ну, против оскорблений, конечно, Юрия мы, вот. Ну что ж, желаю Артему смириться с этой потерей и сильно не грустить. К сожалению, твои потери 50 тысяч рублей. Что поделать? Сегодня я буду слаще спать. Спасибо, Артем. Возможно, стоит ставить деньги, которые не жалко проиграть. Нет, ставь все. И у мамы с кошелька еще возьми и тоже ставь на что-нибудь обязательно. Это просто ставит на команду Na'Vi. Я слышал, они в хорошей форме. Так, вопрос от Мибулдин Маулаев. Почему вы тормозите? Знаете, что такое ХГ? Потому что гуглите гуглите? Я предположу, что это хайграунд и, наверное, относится к игре с Эмпайр, где было преимущество в золоте, но хайграунд не выглядит очень простой, чтобы зайти на хайграунд против Медузы, Котла, того же Дарксир, в которого нужно коммититься и очень легко проиграть. Если быть честным, у нас было очень много игр на КВ, где мы идем на хайграунд к врагу, когда ему есть чем дать отпор, даже несмотря на преимущество, мы там погибаем, потому что шанс ошибки на вражеском хайграунде он довольно высок, драться не очень удобно и можно там закинуть игру, поэтому это не всегда хорошее решение пойти на хайграунд. Следующий вопрос от Даниила Устинова, снова мне. Отменный тест стратегии, состоящий в том, чтобы не заходить на ХГ, вычисляем, за сколько часов копия ТБ снесет трон. В принципе, наверное, в предыдущем вопросе я ответил. ХГ это ловушка, никогда не ходить на ХГ без 50к преимущества. Я Егерс. Егерс. И рефеш. Так, можно сыграть вместо вашего мидера или кэри. Уже все равно не будет. Я знаю. Ты же сам что-то тебя вовнет, нереально. Ты эти вопросы подбирал. Денчик Капатик. Денчик Капатик? У них не все понятны. Ну, пиши, если у нас будет дисбант, возможно, возьмем тебя. Евгений Андреенко, такой же гений на коллапсе. Да-да-я. Спасибо. Очень приятно. Такое смешно. Сами опять тебе. Все эти стольких хейтерских коммент. Не совсем хейтерских коммент. Ливнуйтесь в МКА, чтобы играть в Доту. Чел, ты. Александр Кивченко. Жизнь же это такая штука, но нужно сделать выбор. И я свой выбор сделал. Ультрабоец. Воин Браблея, я помню его аватарку. Этот тег точно проклят. Не. Если так рассуждать, тогда почти все теги в СНГ прокляты, кроме Na'Vi и Virtus.pro. Мага, держи. Зачитай ник, пожалуйста, громко. Комментарий от пользователей с ником Na'Vi Top 16 разговоров-то было. Еще видос. Клип правильно, как эти бомжи подписывали. Нормально получилось. Видос? Да, я согласен. Мне тоже понравилось. Саша, еще все. Не, ну а как без видоса? MG 2010 Так, Happy Letting Spirit многоточие. Команда с Aneka выглядит намного крепче. Действительно. Выглядит покрепче. Тут мне вот было бы интересно понять, в каком плане покрепче. Они посильнее? Или играют лучше? Не понял. Потому что, смотрю на Диму, покрепче явно выглядит Диму. Удельный вес команды у них больше. Просто если на весы больше. Там Васян, да. Ну да, ладно. Сами споры, споры. Типа так вообще, не знаю. Тем более, я не понял, за что. Типа, ну посадите с LTV. Типа две игры, Санек вообще вчистую. Абсолютно. Да какая разница? На это, понимаешь, что доставочники пишут? Ну просто я вот, говорят, несут очень-таки. У человека все ответы на вопрос. Типа у него каждый вопрос этот момент. Я уже знал, что вот можно сыграть с вашим мидерами. Я так и знал, что концовка будет хуже. Уже не будет. Все равно не будет. Денчик копать. Можно было ответить, типа, почему же ты, Денчик, недооцениваешь ты себя? Тебе надо было просто сказать один пью, все в камеру. На самом деле, можно и нафиг посылать, если вопрос какой-то абсурдный. Такой, блин, ну вопрос абсурдный. Наверное, тогда можно посылать. Субтитры сделал DimaTorzok